Как найти работу после вуза? Колонизация Луны ближе, чем ты думаешь. Куда поехать в отпуск в 2024 году? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Лилия Мухамединова. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета 6 апреля прошел фестиваль иностранных языков Телфест. В рамках фестиваля работали 22 мастер-класса по всем иностранным языкам, преподаваемого в институте. Торжественное и при этом достаточно динамичное и короткое открытие фестиваля прошло в актовом зале института, где перед участниками мероприятия выступил директор института Радив Замалединов. Работали интерактивные площадки и мастер-классы, на которых участники смогли показать свои знания иностранного языка и научиться чему-то новому. Спикеры – преподаватели института филологии и межкультурной коммуникации. Проявили мастер-классы по немецкому, французскому, английскому, китайскому, турецкому и арабскому языкам. В Казанском федеральном университете прошел маркет медицинских вакансий. Десятки организаций, работодателей и еще больше инициативных студентов и выпускников собрались с одной целью – повысить кадровый потенциал медицинской отрасли в Татарстане. О том, как это было, расскажем в сюжете. Уже не первый год в Институте фундаментальной медицины и биологии проходит ярмарка вакансий, где каждый студент сможет выбрать направление по специальности, а больницы смогут набрать новые кадры. Проблема занятости молодежи довольно актуальна в наше время. Найти работу по специальности бывает трудно, поскольку работодатели нацелены на подбор высококвалифицированных кадров. Для помощи в поиске работы в Казанском федеральном университете прошел маркет медицинских вакансий, созданный для студентов, которые уже готовы сделать первый шаг на пути к работе своей мечты. Организатором мероприятия выступил Центр по организации временной занятости обучающихся департамента по молодежной политике совместно с Институтом фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Ежегодно мы проводим различные карьерные события и мероприятия на территории Казанского федерального университета для наших студентов. И данный профильный маркет вакансий, он не является как бы новинкой для нашего университета. Мы уже проводили маркет медицинских вакансий в прошлом году, IT-маркет вакансий, маркет педагогических вакансий и так далее и тому подобное. И, соответственно, мы уделяем внимание тем профилям и тем профессиям, которые сейчас востребованы на рынке труда, и в них нуждается сейчас рынок труда. На ярмарке вакансий собрались представители медицинских учреждений со всей республики. Для учащихся медицинских, фармакологических, химических и биологических направлений подготовки была организована специализированная стендовая выставка организаций, образовательная программа от экспертов и специалистов и многое другое. Стендовая выставка работодателей была организована на нескольких точках, где заинтересованные студенты, выпускники и ординаторы могли познакомиться с особенностями работы, программами стажировок и набора молодых специалистов, вакантными должностями в организациях на данный момент. Мы предполагаем, что сегодняшний мероприятие пройдет эффективно. Что для нас важно? Во-первых, формат, конечно, непривычный для нас. Он достаточно прогрессивный, современный. Есть возможность в свободной такой атмосфере ТЭТ-АТЭТ практически переговорить любому желающему, будь это еще студент, даже пока еще не определившийся. Но мы видим большое количество молодых людей, которые еще, я так считаю, даже экватор не прошли. Но это очень хорошо, что они здесь есть. Будущее медицины, по словам специалистов, нуждается в новых кадрах. Именно поэтому сегодня работодатель предъявляет высокие требования к подбору специалистов, только начинающих свой путь. Прежде всего, это умение адаптироваться к разным ситуациям, меняющимся условиям и сохранение самообладания в экстренных ситуациях. Сами учащиеся отметили, что это уникальная возможность. Ведь участие в таких мероприятиях помогает найти интересные стажировки или просто получить дополнительные знания о том, как выглядит процесс трудоустройства в медицинской отрасли. Я планирую проходить практику в седьмой городской больнице города Казани уже летом. Есть ряд больниц, которые довольно выгодные предложения предлагают. Например, в одной больнице прозвучало такое, что половину ординатуры они оплачивают, а половина оплачивает сам ординатор. То есть это, как сказать, более выгодное предложение. А также немаловажно при выборе больницы, наверное, близость к месту жительства и все-таки достойные условия работы и хорошая заработная плата. Во время мероприятия студенты и выпускники не только узнали актуальную информацию непосредственно от работодателей по вакансиям, стажировкам и местам практик, но и получили возможность пройти экспресс-собеседование, оставить свое резюме, принять участие в десятке мастер-классов и лекций по подготовке к собеседованию, составлению резюме и другим интересным темам. Медицина является актуальным направлением в наше время. Именно поэтому подбор высококвалифицированных специалистов – одна из важнейших задач для сотрудников здравоохранительных органов. Демиан Кондаков, Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости. Человечество грезит колонизации космоса еще с начала промышленной революции. Но если раньше нам казалось, что эти идеи так и останутся выдумками фантастов, то сейчас жители Земли все больше верят в то, что скоро получат межпланетное гражданство. Какие события произошли в астрономическом сообществе за последнее время и как с этим связана компания SpaceX, расскажем в следующем сюжете. Бизнесмен Илон Маск поделился масштабными планами на новые испытания корабля Starship и освоения Марса. По словам миллиардера, в будущем SpaceX сможет запустить многоразовые корабли на Марс и Луну и создать там поселение. Основатель компании провел презентацию на базе Starbase в Техасе, в ходе которой рассказал о планах на космические полеты, освоение космоса и создание межпланетарной жизни. Говоря о сроках отправки людей на Марс, Илон Маск заявил, что это станет возможным в течение 7-9 лет. По его мнению, после возможности находиться на Луне и Марсе, люди смогут достичь и других космических объектов, а также соседних систем. Я вообще слежу за деятельностью всех космических агентств, включая и частные агентства. Но я хочу отметить, что, конечно, их успехи достаточно внушительные. То есть они сделали очень много того, что еще пока никому не удавалось. Допустим, посадить на платформу в океане опять-таки ракету и без всяких таких последствий отрицательных. Но, тем не менее, я хочу отметить, что, разумеется, вот эти вот все планы колонизировать космос, они были не только у Илона Маска, они присутствовали, в принципе, всегда у всего человечества. И сейчас у всех космических агентств мира есть такая направленность, чтобы нужно именно космос осваивать для того, чтобы мы там жили в дальнейшем. Генеральный директор SpaceX задумывает отправить на Марс около миллиона человек в ближайшие годы и основать на планете колонии. Не так давно Илон Маск выступил с презентацией, в которой показал концепцию человеческих поселений на Марсе и Луне. По его словам, чтобы обеспечить жизнь на других планетах, нужно создать транспортную систему. Поэтому в своем обзоре миллиардер сосредоточился на корабле «Старшив». Он собирается совершить четвертый тестовый полет системы в мае, если компании удастся получить разрешение от Федерального управления гражданской авиации США. Человеку надо будет с Земли улетать. Ну, не сегодня, не завтра, но это все равно произойдет. Но даже если бы все это мы сумели сделать, то есть несколько еще отрицательных моментов. Первый момент, ну, представим себе, живет там человек. Ему нужно что в первую очередь пить? Это самое дорогое, что доставляется с Земли на орбиту, ну и тем не более на Луну. Там вот воды такой, как реки, у нас здесь текут, не существует. То есть человек может находиться вот в таком вот, скажем так, пространстве, где это все присутствует, но недолго. Он может слетать на Луну, ну, на две недели. И прилететь обязательно на Землю под защиту нашего магнитного поля. На Луне, к сожалению, магнитное поле отсутствует. То есть защищать от солнечной радиации нечем. Поэтому, я еще раз повторяю, какую бы там мы постройку не построили, все равно человек там облучится и, ну, просто-напросто погибнет. Если компании Илона Маска все-таки удастся начать колонизацию Марса и Луны, то это станет революцией в космической отрасли, а также, в теории, поможет решить проблему перенаселения на Земле. Освоение Красной планеты даст толчок развитию науки, позволит обнаружить и открыть новые элементы. Материалы, полезные ископаемые, существенно расширит ареал обитания человека. Но сможет ли человек покорить другие планеты, или это так и останется сюжетом для утопических романов? Нам остается только ждать и следить за новостями. Аделия Галиулина, Елизавета Газизянова, Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов. Универ. Новости. С приходом весны люди вновь могут наслаждаться долгими прогулками и путешествиями. Именно поэтому многие уже начали планировать свой отдых. В настоящее время все больше людей хотят познакомиться, с различными регионами России, открыть для себя новые возможности и посетить незнакомые им уголки нашей необъятной страны. Подробнее о развивающемся внутреннем туризме узнаете далее в сюжете. Тяжело представить жизнь без путешествий и поездок на дальние и не очень расстояния. Сегодня внутренний туризм в России находится на стадии активного развития. Все больше людей предпочитают проводить отпуск на родине. По прогнозам Ассоциации туроператоров, туристический поток в 2024 году вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Это подтверждает спрос на раннее бронирование, который вырос наполовину. Россия расположена в четырех климатических поясах – арктическом, субарктическом, умеренном и субтропическом. Поэтому все путешествия на ее территории точно будут разнообразными и интересными. Говоря о теме внутреннего туризма в России, следует заметить, что он прошел непростую историю и, несмотря на небольшой возраст, уже прошел практически все стадии – от его зарождения, становления и сейчас до бурного развития. Перспективы развития внутреннего туризма в России обещают быть благоприятными, поскольку государство реализует всевозможные программы его поддержки и поощрения, а сотрудничество государства с частными предприятиями, общественными организациями и местным населением ускоряет процесс развития внутреннего туризма. Более того, стремительно развивается инфраструктура в туристических регионах, создаются новые маршруты и объекты для посещения, улучшаются качества услуг и уровня сервиса для туристов путем обучения персонала, создания комфортных условий пребывания. У нас в следующем году будет принята новая национальная программа «Туризм и гостиничное хозяйство», индустрия гостеприимского поручения, сказать. Поэтому перспективы развития внутреннего туризма очень замечательные у нашей страны. Существуют определенные направления во внутреннем туризме, среди них экологический туризм, путешествия к природным заповедникам и национальным паркам, культурный туризм, посещение исторических достопримечательностей, гастрономический туризм, путешествие с целью отведать местную кухню, морской туризм, отдых на морских курортах. Молодое поколение предпочитает активный отдых и при его планировании уделяет внимание занятию экстремальными видами спорта, горным туризмом, велоспортом, пешими походами и, конечно, всевозможными развлечениями. Среди более взрослого поколения популярностью пользуется медицинский и пляжный туризм. В рамках молодежного туризма необходимо большое количество средств размещения и программ, адаптированных под эти категории туристов. Ну, люди это не притязательные, поэтому это в первую очередь хостелы, отели 2-3 звезды, вот, а также, конечно же, экономичная перевозка, то есть какие-то льготные билеты на поезда и самолеты. Если это будет, то действительно молодежный туризм будет активно развиваться. Регионы, которые лидируют по количеству туристов, предлагают разнообразные маршруты и уникальные достопримечательности. Например, Москва, Санкт-Петербург и Казань привлекают туристов своей архитектурой, музеями и культурной жизнью, а Крым и Сочи своими пляжами. Казань, в свою очередь, заняла четвертое место среди городов Российской Федерации по востребованности у путешественников. Ведь у нашего города богатая история и вкусная национальная еда. Перспективными направлениями развития туризма в России могут стать Сибирь с ее удивительной природой и традициями, Дальний Восток с богатой историей и уникальными видами, а также малые города и деревни, где можно почувствовать дух старины и народной культуры. Более перспективными направлениями в ближайшее время останутся, я думаю, все те же собственные направления, которые уже популярны. Это, разумеется, Москва, Московская область, Питер, Ленинградская область, Крым, Калининградская область, Краснодарский край, ну и, разумеется, наш любимый Татарстан. Дело в том, что здесь наиболее развитая инфраструктура. И, собственно, точки роста, которые имеются в настоящее время в этих субъектах, они также позволяют рассчитывать на дальнейший бум туризма. Инфраструктура имеющихся туристических точек в России в целом готова принять наплыв туристов. Однако в некоторых регионах могут потребоваться улучшения и модернизация для удовлетворения потребностей посетителей. Государственные программы и инвестиции в туристическую инфраструктуру могут помочь улучшить условия для туристов и обеспечить им комфортное пребывание. Рафаэль Хелемензик, Резидака Римова, Универ Новости. На этом все. В студии была Лилия Мухамединова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова